Мне 16 лет, и я хочу заняться бизнесом. Первым делом, что бы надо делать, если вам 16 лет, разработайте стратегию своей жизни. То есть до конца своей жизни, кем вы хотите стать. Чтобы вы стали профессионалом потихонечку в этом сфере. Чтобы не получилось, что два года занимались одно, потом другое, потом другое, потом другое. Если вы вот так будете разными делами заниматься, то однажды вы проснете, что вам 40 лет, но ни в чем вы не добились успеха. Бизнес должен вас приближать к вашей цели жизни. Она не должна быть просто так ради работы, ради работы. Большинство живут как мечтали или как получается. Как вы хотите прожить свою жизнь? Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику и найдете время. Дорогие мои, наша рубрика создана для тех людей, которые хотят получать пользу, которые хотят развиваться. Люди, у которых есть какая-то мечта, какое-то желание улучшить свою жизнь или достигать своей цели, развивать себя. Наш канал – это такой канал для самопознания, для самореализации. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли на рубрика «Вопросы Довлатова. Дети». То есть, одна из наших рубрика – это называется «Дети». То есть, мы отвечаем в этом рубрике «Вопросы», которые дети нам задают или родители задают касательно их детей. Посмотрите, пожалуйста, это видео, есть почта электронная. Вы можете тоже задавать свои актуальные вопросы. Мы с радостью будем отвечать вам на все ваши вопросы. Здравствуй, уважаемый Саймур Довлатов. Меня зовут Оксана. Я очень хотел бы услышать ваши советы и мнения. Мне 16 лет, и я хочу заняться бизнесом. И что я на данный момент могу сделать до окончания школы, чтобы это приблизило меня к моей цели. Или чтобы вы сказали, если вернулись бы вы в свои 16 лет. Очень жду вашего ответа заранее. Очень благодарна. Спасибо, дорогая моя Оксана. Хочу пожелать вам успехов. Хочу сказать вам так. Первым делом, что надо делать, если вам 16 лет, разработайте стратегию своей жизни. То есть, до конца своей жизни, кем вы хотите стать. Распишите свою стратегию жизни на 100 лет. Это нужно. Это приблизительно так выглядит. Первый шаг. Пишите идеальной картине моей жизни. То есть, как вы хотите, чтобы ваши жизни могли прожить. Просто пишите идеальную картину. Туда пишите, что вы хотите, чтобы появилась в вашей жизни. То есть, какие имущества вы хотите владеть. Какое образование хотите иметь. Какая семья вы хотите, чтобы у вас была. куда вы хотите путешествовать где вы хотите побывать какие счастливые минуты планируете чтобы появились ваши жизни вот это все управляем напишите это шаг 1 расписать идеальная картина своей жизни вторая второй шаг распишите пожалуйста раз график вы по график достижения этой цели то есть разбрасывайте когда вам будут 20 лет что должно быть вашей жизни например какой вузове учитесь ли что и так далее когда 23 или 25 и так далее какая семья и так далее и вот так пишите все по годам приблизительно 27 28 лет 30 лет 35 лет 40 лет 42 48 50 вот так общем двигайтесь до 100 лет раскидайте по календару 3 вещи распишите какие навыки вам нужны чтобы добиться все то что вы планировали вот исходя из этого заходя из вашей стратегии жизни а потом составьте план какой бизнес вы хотите заниматься бизнес должен вас приближать к вашей цели жизни она не должно быть просто так ради работы рада работа или просто чуть-чуть зарабатывать деньги да можно чуть-чуть зарабатывать деньги можно и работая просто где-то чуть-чуть зарабатывать деньги от бизнеса дачу немножко Немножко больше вы зарабатываете денег. Но это все уходит. Главное, чтобы ваша жизнь была насыщена, наполнена радостью. Вот это самое главное. Чтобы ваша жизнь была уникальной, она была заполнена радостью и максимально интересной. Чтобы ваша жизнь действительно была интересной. Поэтому, а если вы хотите заниматься бизнесом, посмотрите на вашу стратегию жизни. Например, вы написали, что вы хотите стать богатым. Хорошо. В какой сфере вы хотите стать профессионалом? Возможно, вы любите ресторанный бизнес. Возможно, вы любите, скажем, стать владельцем сеть магазинов одежды. Или продуктовое питание. Или там, не знаю, что-то еще другое. Исходя из этого, выберите направление бизнеса. Исходя из вашей стратегии жизни. Чтобы вы, если вы начнете делать какой-то бизнес, на это уйдет как минимум 2-3-5 лет. Вы хотите, не хотите это так. Поэтому, вот это время, которое вы инвестируете на это, чтобы оно пошло у вас на пользу. Чтобы вы стали профессионалом потихонечку в этом сфере. Чтобы не получилось, что 2 года занимались одно, потом другое, потом другое, потом другое. Если вы вот так будете разными делами заниматься, то однажды вы проснете, что вам 40 лет, но ни в чем вы не добились успеха. Я таких много встретил в жизни. У меня к вам вопрос, Оксана. Как вы хотите прожить свою жизнь? Посмотрите на людей, взрослых. Как вы думаете, большинство как живут? Как мечтали? Большинство живут как мечтали? Или как получается? Если вы мое мнение спрашиваете, я постоянно вижу, что люди живут так, как получается. Небольшой процент людей живут так, как мечтали. А у меня к вам вопрос, как вы хотите. Если вы хотите жить, как вы мечтаете, планируйте свою жизнь, такой, какая она должна быть. Поэтому выберите бизнес в этой сфере. Развивайте навыки, чтобы это делали. Например, скажем, вы выбрали бизнес туризм. Ну, например. Тогда на это направление начните учиться, изучать, информацию собрать и так далее, и так далее. И пока это не превращайте все это в бизнес. Постепенно у вас получится. Хорошо? Если вы соблюдите вот это мой совет, который сейчас рассказал, однажды вы станете очень успешной девушкой. Очень-очень. Здравствуйте, наставник. Следующий вопрос. Здравствуйте, наставник. Вы достойны многих благ. Ваши книги бесценны. Буду очень благодарен, если ответите на мой вопрос. В книге «Мой гениальный ребенок» вы упомянули о способе для ребенка относительно книг с вами. «Самый богатый человек в Вавилоне» вот в седьмой голове, но там нет нумерации. Как называется голова, которую ему нужно законспектировать? Дорогая моя, вот этот вопрос пришлось к нам в Инстаграме, и я решил его ответить в Ютубе, канале нашей. Дорогая моя, весь книг «Самый богатый человек в Вавилоне» надо конспектировать. Не только одну голову. Весь книгу она конспектирует, а вы отдаете. Да, в книге «Мой гениальный ребенок» я об этом как раз и акцент делаю, говорю, что пусть дети конспектируют эту книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Поэтому пусть делает они, а вы оплачиваете им. Пусть они делают, пусть оплачивают. Пусть они накапливают, а еще вы бонусы дадите и так далее. Используйте те методики, которые есть в книге «Мой гениальный ребенок». Это очень сильно вам поможет. Желяю вам успехов. Поэтому весь книг надо конспектировать, не только одну голову. Здравствуйте, Садмирот Довлатов. Нам с мужем 38 лет. Мы из города Аша. Мы случайно увидели ваши ролики на Ютубе и сразу же купили два билета на мастер-класс 2000 года. Сина 13 лет, доча 12 лет. С большой надеждой, что наши дети в 27 лет становятся финансово свободными. Хотели спросить, как морально подготовить детей на мастер-класс? Очень хорошо. Вы вообще очень хороший выбор сделали. Почему? Потому что я знаю, что я обучаю в мастер-классах. Я знаю, какие ценные знания даю в мастер-классах. И насколько хорошо это поможет детям в будущее готовить их к жизни. Поэтому дайте им прочитать мою книгу «Мой гениальный ребенок». Дайте им послушать несколько моей рубрики. Вот это вопрос от Вети Довлатова. Именно который для детей, так скажу, или там и так далее. И потом дайте читать им мою книгу «Стратегия мышления богатых и бедных». Когда они почитают вот эти книги, потому что у вас дети 13-12 лет и так далее, потом приедет ко мне в тренинг, в мастер-класс, еще будут больше результата и больше пользы. Они поймут намного лучше, чем тех, кто не читал эти мои книги. Следующий вопрос. Здравствуйте, дорогой адмират Довлатов. Меня зовут Байсал и мне 15 лет. Хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете людям. Делитесь со своими знаниями, отвечайте на вопросы, помогайте людям своим всем сердцем. Искренне хочу сказать вам спасибо. Недавно читал вашу книгу «Я и деньги», сейчас первая. Там я прочитал про финансовую безопасность и хотел бы спросить у вас, «Принято ли в исламе класс деньги в банк под 8% годовых? И можно ли класс деньги в депозит? Если на то, каким правильным путем можно обеспечить себе финансовую безопасность?» Спасибо, солнце, Байсал. Мы, мусульмане, нам нельзя под проценты деньги давать. Проценты нам харам. Под проценты давать нам нельзя. Поэтому есть много примеров, как это делать. Просто самый стабильный пример был именно это. Поэтому я взял это, показывал в книге, чтобы мог быть даже это, это мог делать даже любая бабушка даже, скажем. А вы, поскольку, вот, поскольку вы еще молодой, поскольку вы еще, все в вашей жизни еще впереди, книги, я показываю по 8% годовых и так далее для всех, для массового народа, для того, чтобы даже любой человек, чтобы самый легкий путь же, пойти в банк, просто положить, какой-то процент получать и так далее. Я показываю сами, 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 когда человек ничего не умеет делать, чтобы он в крайнем случае это делал бы. Но она не для вас, такой, как молодой человек, такой, умный такой и так далее. Раз вы мне задавали такой вопрос, вы умный парень, поэтому я рекомендую вам, мы, мусульмане, мы не имеем права давать под процент, во-первых, во-вторых, вы эти деньги накопите, потихонечку депозиты накопите, не ради того, чтобы получать проценты от них, а для того, чтобы создать хороший капитал. потом открыть свой бизнес. Почему? Потому что самый лучший способ это открыть свой бизнес. Самый короткий способ или самый короткий путь к достижению успеха, финансовой свободе займитесь бизнесом. Так будет лучше для вас. Вот так. Поэтому накопите и делайте этого. Какой бизнес? Это в том сфере, в которой вы хорошо понимаете, в том сфере, в которой вы разбираетесь, в том сфере, где растущий рынок, в том сфере, когда вы видите, что рынок есть. Делайте маркетинг, делайте, анализируйте. Посмотрите, есть ли потребность. Вот знаете, делайте бизнес. Дорогие мои, дорогие друзья, ставьте лайк под наши рубрики. Рекомендуйте своим знакомым друзьям наш канал, наши книги. Посмотрите, пожалуйста, под эту рубрику, где можно купить наши книги. Пожалуйста, заказывайте, читайте, развивайтесь. Все это для вас. Это все поможет вам удваивать ваш доход, удваивать ваш прибыл, иншаллах, Бог даст. Это все помогает вам развиваться. Желаю вам успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok